делаем вино из вишни вишня с костями значит вот здесь где-то примерно 8 9 килограмм вишни вот я взвешивал вместе с ведром получилось 9 и 9 но весы не точно я так где-то 9 посчитал значит что нам надо рецепт вот такой вот я здесь написал на 9 килограмм вишни надо будет добавить воды 12 литров и сахара четыре с половиной килограмма значит вот когда я ее замешал я ее помял пожмакал там и так далее и в этот момент нужно добавить хотя бы два литра воды вот здесь вот я скобочках написал и пол килограмма сахара значит и оставляем ее дня на 2 ну завтра вот ночь она простоит у меня вот здесь вот в гараже и завтра ее надо будет проверить началось ли здесь брожение если брожение не началось то надо будет добавлять винные дрожжи вот такие друзья дрожжи вот винные дрожжи их добавлять нужно вишню совсем чуть-чуть то есть буквально чайную ложку этого будет достаточно на это ведро просто процесс должен запуститься ну обычно вишня запускается и так вот здесь вот рядышком и черешню ставил ее только с винными дрожжами она не запускается по-другому вам уже почти готовое вино вот далее когда у нас пройдет брожение все эти стадии пройдут где-то дня до два оно должно побродить мы его будем отжимать и уже ставить вино далее я в ролике все это тоже вам буду показывать так друзья ну вот в таком вот бачке у меня бродит вишня брожение уже прекратилось практически там чуть-чуть пузырики сейчас сегодня будем его запах такой кисло алкоголический немножко вишня прослеживается в запахе сегодня его буду переливать ну отжимать и переливать вот в такие бутыля 10 литровый тут у меня черешинга рядом и ставить под гидрозатворчик добавлять сахарку значит вот что у меня по списку значит вишня здесь 9 килограмм воды надо всего 12 литров 2 я уже добавил сахара четыре с половиной килограмма пол килограмма я добавил значит буду его сейчас заливать в бутыля соответственно с добавлением воды всего получится вина 20 литров то есть это два 10 литровых бутыля и сразу я зале сыплю туда два килограмма сахара а еще два килограмма сахара через месяц так вот набирается там пол килограмма сахара внутри набирается водичка собственно нам надо где-то там четвертинку бутыля может чуть больше треть это бутыля вот и потом точно так же буду переливать два вот таких вот бутылька где-то литров по 8 в каждом налито вот как происходит активно брожение напомню мы добавляли сюда сахар где-то пол килограмма я засыпал сахара в них ну и планирую в принципе каждый день где-то по пол килограмма не каждый день раз два в три дня надо по пол килограмма добавлять и того вот это все надо туда будет высыпать то есть было пол килограмма всего должно быть четыре с половиной четыре с половиной здесь вот отмечаем вот он рецепт он очень простой вишня уже и сошла себе воду я тоже залил и сахар всего должно быть четыре с половиной килограмма пол килограмма мы добавляли сразу и вот пол килограмма я засыпал 19 06 ой 9 06 то есть ну где-то раз два дня добавлять по пол килограмма сахара пока пока не прекратится вот этот процесс брожения потом сливаем вино декортируем ну собственно уже заниматься дальше все уже покажу вот наша вишенка на следующий день видим что здесь еще процесс идет подбуркивает чуть-чуть водичка грязная и ее стало чуть-чуть больше видимо все таки ну да доходила пена вот сюда до до самой крышки вот но завтра сегодня это первый день завтра второй завтра пол килограмма сахара туда надо будет засыпать или ну вернее по пол килограмма в каждый каждые два дня засыпаем остаток вот этого сахара по пол килограмма вот такой штукой я отмеряю пол килограмма вот в такой штуке вместе с вином ее смешивать и заливать обратно друзья я тут наблюдаю это уже наверно день десятый этому вину как вот она бродит интересно ну то что здесь идет пузырь пузыри идут это ясно сейчас вблизи под покажу читают бутыль сейчас резкость не хочет сейчас сейчас там именно шампанское внутри вот навелась резкость смотрите там что происходит бурная но это я сахара туда чуть подсыпал вот прям видно как шампанское там идет вот рядом черешневое вино ему уже намного больше и то же самое не так сильно как это но она тоже пузыряет ему уже где-то около полумесяца ну продолжаем наблюдать винный вопрос но здесь немножко накатали еще компотиков а вино вот она 10 литровых бутылях стоит вот левый бутыль где поменьше осталось это черешневое наше вино о чем видео а правый бутыль вишневая все точно так же я делал как и черешневой вине а здесь немножко еще под закатали вот в этих вот двухлитровых полулитровых баночках давайте посмотрим поближе как она стала выглядеть спустя два месяца так вот вино вишневое видно что она набрала уже цвета но такого уже красно-черного цвета ну и вот вино черешневая то же самое в принципе цвет набрала почему так мало осталось я его просто напросто мы его выпивали на праздники здесь было пару дней рождений ездили на байк-шоу в Севастополь брали его с собой всем безумно соседям понравилось все в восторге такой запах немножко такой вот черешня миндалевый такой вкус градусов 14 оно у нас взяло ну так по словам людей но и мне как бы на вкус точно так же и напомню ему всего лишь вот сейчас август я его ставил в мае то есть ему четвертый месяц видно что он еще пенка у него немножко то есть в конце но еще не выбродилась оно еще подбраживает вишневое то же великолепное вино у него естественно кислинка потому что в черешню я добавлял лимонную кислоту если вы помните вишневая ну это конечно кожа и немножко больше запах миндаля потому что там немножко больше а вернеелик кости из него вообще не вынимал то есть черешня заморачивался с вишней нет Чуть-чуть больше вот эта вот миндалевая такая горчинка Но она добавляет только пряности Вполне можно пить без проблем Так, ну, все, в принципе, такой обзор Наверху еще у меня стоит абрикосовое вино Сейчас покажу Так, я вылез из погреба своего в гараже Так, вот оно стоит Еще набраживает наше абрикосовое вино Видно, что характерно у него такой коричневатый цвет Значит, стоит оно где-то уже месяц Крепость градусов 7 пока Значит, осадок периодически я декандирую, сливаю По приготовлению все то же самое, что и с вишней Один в один Тоже дрожжи, тоже сахар То же самое все Так, ну и последнее Это настойка Вот она на жмыхе вишневом Цвет уже великолепно набрался Просто супер Такого красного цвета она стала Значит, градусов в ней где-то 35 Я пробовал, мне очень понравилось Прям бомба Ребят, ну все, рекомендую свой канал Свой канал Подписывайтесь Задавайте вопросы, внизу обсудим Начинающие виноделы должны быть вместе Рука в руку и сплоченно Спасибо, всего доброго, всем пока Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok